Всем привет! Я сегодня вам расскажу, какие ошибки вы делаете, когда ложитесь спать. Если вам не интересны эти темы и всё, что связано, про как правильно всё делать и просто от души я вам хочу это снимать. Пожалуйста, поставьте лайки, подпишитесь на мой канал. Мне будет очень приятно, вам не сложно, а мне очень просто, сильно очень приятно. И я просто стремлюсь к своей цели, наконец-то, хоть сколько-то набрать подписчиков, потому что я стараюсь и снимаю ради вас. Даже в день, часа вечера, чтобы за это встретить. Ну что, поехали! Ошибка, когда все вот спят вот в таком вот образе. Подушка находится вот так. Это неправильно. Вот почему? Потому что шея будет деммироваться, и вообще вы будете, например, вот тут голова, а шея просто на низглом как-то вот так. Потом через несколько лет вы будете чувствовать, например, даже в старости, что у вас будет болеть шея. Лучше, пожалуйста, не делайте, пытайтесь приучить себя спать. Подушка вот так, она более всё ровная поверхность, а иногда, бывает, вообще, я убираю подушку и сплю на ровной поверхности. Вот так можно тоже делать, но не всегда. Третья ошибка, это свет. Бывает, кто-то не выключает. Я тоже сначала не выключала свет, но она поняла, что я очень плохо засыпаю. Вы можете, у меня, например, телевизор, как без телевизора я не могу уснуть, я его делаю как можно тише, и выключаю свет. Просто снимаю, мне нужен будет свет, я его включила. Ну и третье правило, это наши волосы. Да, это немаловажно, хоть это вообще по сну, как вы думаете, не является. Нет. Маленькая я всегда перетягивала волосы. Почему? Потому что мне мама как с утра заплетёт их, туго, хорошо, так и остаётся всё у меня на ночь. Потом мне бабушка раскрыла секрет, что потом будут волосы плохие. И я сначала многое время, где-то несколько месяцев не верила этому. Но потом решила проверить, и реально, когда даже немножко стала свою прическу расслаблять в корнях, то стало лучше. Лучше пытайтесь вообще спать с распущенными. Но я вот не могу с распущенными спать, потому что у меня сразу же не как наутро, как сосульки становятся. Я их просто делаю или в шишку, но не переделываю их, или в какую-то, как у меня, кости, которые идут на две резиночки, ну как на два за крючком. А сейчас я вот с посильчиками просто решила пробовать, но, как видите, тоже корни у меня полностью расслаблены. Они как-то начинаются где-то только вот тут. Вот так вот. Что, поехали дальше? И тоже четвёртое правило, немаловажно. Маловажно, вы должны спать в той одежде, которая дышит. Вот правда. Я вот бывало спала в очень тёплых худи, видела, что все спят в худи, это удобно. Но это не очень удобно. Например, я вообще пытаюсь спать, у меня есть такой комбинезончик, такой шортик, она, короче, очень удобно. Но в пижамах мне не очень нравится спать. Я не знаю, почему, я не люблю спать в пижамах. Я здесь при помощи как-то дышащие ходили, ну, или так, как спят. Тоже пытаетесь делать так, но закрывается при этом одеялом, потому что одеяло тоже немаловажная штука. Вот правда. И ещё пятый пункт, это в том, что, наверное, многие это слышали, многие рассказывали, просто кто не слышал, рассказывают, то, что не нужно справлять сразу же кровать, потому что там такие клейщики эти все, они будут вот всё это делать. Лучше, когда вы встали, умылись и пришли, просто заправили кровать, тогда уже. И лучше утром проветривать, даже на мини-проветривание, и то это всё дело там проветривается, у вас нету в комнате пока что. Можете вообще закрыть дверь, но не закрываю. Вот, и, как я проснулась, вставляю так же одеяло, ничего с ним не делаю, потом уже через некоторое время, как я заправляю полностью кровать, что у меня сейчас этот диван, он расправит. Что ещё раз вот эта штука дополнительнее, а потом утром я собираю его полностью, чтобы он превращался в диван. Вот, и всё вот это вот дело. Вот так вот.